привет друзья сегодня мой с вами канал я и мой хвост я его автор и ведущий олег сегодня мы поговорим с вами у принципов дрессировки я сейчас нахожусь в отпуске сижу отдыхаю дома по этому из хвостов у меня только один это акбар на примере акбар я буду показывать акбар все знает все умеет но принцип вам будет понятен письма приходят часто много несмотря на то что я в отпуске решил я отдохнуть маленько ничего не делает не напрягаться но чувствую что не получится у меня это сделать потому что ваши щенки растут вопросы у вас возникает очень много писем приходит по 200 по 300 вчера и 400 писем пришло в день вопросы практически одни и те же на большинство этих вопросов я уже давал ответы поэтому ребята вы на канале поищите вполне возможно что вы найдете свои ответы на ваши вопросы именно уже в отснятых роликах ну давайте вот мы сейчас с вами поговорим о теме того что когда вы начинаете заниматься со своим щенком и ваш щенок в квартире где-то где-то без посторонних раздражителей выполняет команды а когда вы выходите на улицу здесь у него срывает крышу да и уже как бы хозяин становится не хозяин вожак не вожак вокруг посторонние запахи вокруг посторонние люди ходят и собака отказывается выполнять ваши команды как же поступать в таких моментах повторим с вами основные правила дрессировки что касается посторонних раздражителей здесь первого на первое вот что нужно надо добиться того чтобы собака без раздражителей как я вам и говорил собственно говоря вот в квартире там где вы живете там во дворе вашего частного дома какого-то чтобы собака начала выполнять без прикосновного ту команду которую вы с ней отрабатываете то есть мы идем от простого к сложному дальше что мы делаем после этого мы выходим на улицу на улице где поменьше раздражителей выполняем то же самое добиваемся того же самого и постепенно наращивая уходя где-то в такой-то дворик вы или в определенное время где на этой на улице там люди ходят на работу с работы там во время прогулки вы идете выполнять эту команду уже где больше посторонних раздражителей где машины начинают ездить в результате вы добиваетесь того что собака начинает у вас выполнять вашу команду уже где бы это ни происходило хоть вокруг 25 человек будет ходить ваши собаки ну на примере альбара я попытаюсь сегодня вам показать все это надеюсь вам это поможет и самое главное в дрессировочных мероприятиях я вот давайте еще раз повторим первое мы выполняем с вами в день скажем так три раза по три подхода через 10 15 20 минут дальше заканчиваем примерно на правильно выполненном упражнении если только вы начинаете изучать эту команду и значит следующий момент при дрессировке если собака у вас не выполняет команду какую-то то есть проявляет неподчинение какое-то вам не надо вам самому беситься там раздражаться то есть срывать свою злую агрессию тем более наказывать собаку запомните что главный принцип дрессировки это хорошая мы с вами поощряем а плохое мы с вами не замечаем то есть вот именно на этом надо методе как бы вот я акцентирую ставлю восклицательный знак то есть не надо наказывать собаку то есть может быть собака ваша переутомилась учитывайте этот момент и еще начинайте заниматься собакой когда она у вас ну если это пищевики да то есть когда собака не голодная когда собака точнее голодная да то есть либо это перед едой либо как минимум два часа после еды это что касается пищевиков да и следующий момент такой когда вы собаку если на улице вы начинаете заниматься дайте собаки выгуляться хорошо пусть она обнюхает территорию у вас пусть она справит все свои естественные нужды вы сделаете какую-то я не знаю там физическую нагрузку побросаете там апортировочный предмет какой-то собаки когда она будет уже устала и и когда на посторонние раздражители собственно говоря не будет она уже обращать внимание потому что она будет достаточно осведомлено о том что происходит в округе потому что вы же тоже когда выходите на улице вам первым делом нужно смотреться какая погода там и так далее потом уже приходите приходят вам в голову нужные мысли вы идете там на работу там положим не обращая внимание ни на что приступаете к работе после того как вы позавтракаете так далее то есть собака должна быть у вас подготовлены к камеры тренировочным мероприятиям ну давайте вот я сейчас на примере покажу как нужно делать это например вот на примере акбара там ну команду сидеть лежать там стоять мы выполним сначала в квартире и и и Субтитры подогнал «Симон»